Автомотосервис и торговля – самое крупное муниципальное предприятие. В нем трудится порядка трех сотен человек. Руководитель рассказывает о трудностях, которые испытывают сегодня перевозчики. Некоторые маршрутки ходят полупустыми, водители работают в убыток. У меня сегодня 140 единиц. Выпускаю я на линию всего 90 единиц в день. Я готов выпустить 120 и 130. Более того, у меня люди сидят, они хотят работать. Но я сегодня себе не могу этого позволить. Вот пример двойка. Собираемость выручки 217 рублей, при том, что у нас плановое задание 432. Двойка развалилась полностью. Однако же, благодаря широкому спектру услуг, автомотосервис и торговля показывают неплохие результаты. Предприятие занимается и ремонтом авто, и обучением водителей, и купли-продажей машин. За прошлый год доход предприятия составил 20 миллионов рублей. Лучше, чем коллеги из Террасполя, сработало городское троллейбусное управление. В год бендерский троллейбус перевозит около 10 миллионов пассажиров. Правда, большая часть из них – льготники. Мы в 2015 году собрали 859 тысяч, то в 2016 году мы собрали 849 тысяч. То есть пытаемся все-таки, несмотря на то, что где-то мы терпим определенные моменты с тем, что мы теряем доходы, мы все-таки проводим работу для того, чтобы увеличить. Если быть уже как бы до конца справедливым, сравнить с тем же 19-м терраспольским за год, у нас мы собрали больше, чем терраспольчане, на 60 тысяч. Напомним, экономическая комиссия начала свою работу две недели назад. Специалистами уже рассмотрено 10 муниципальных предприятий. Всего их в бендерах 26. Как отмечают специалисты, некоторые мупы, такие как магазин Ауриола, городу содержать нецелесообразно.